доброго времени всем любителям варкрафта с вами бани вуры наша постоянная рубрика рубрика сайта goodgame.ru best replays 12 выпуск на очереди и мы наблюдаем игру хумана angry korea мэна корейского соответственно как можно понять по нику хумана на карте lost temple против undead никнейм которого оказался за бортом моего внимания going to the чего-то там стоп в общем давайте называть его идущий идущий я готов для простоты идущий вперед карта lost temple самая классическая в варкрафте собственно с нее начиналась эпоха расцвета варкрафта это самая олдскульная карта и она присутствовала еще в роке ну и конечно необходимо заметить немножко рассказать об игроке под ником angry korea мэн для тех кто следит за варкрафтом больше чем полгода я думаю это имя не скрыто за завесой тайны это джентльмен который всегда играет через блудмага всегда сильный корейский хуман который в ладере прокатывал даже самых топовых и элитных игроков через кровавого мага такая у него привязанность такая у него страсть он всегда выбирает первым героем именно его против любых раз в любых матча на любых картах соответственно знает блудмага как свои пять пальцев знает все его повадки привычки склонности задатки знает все его трещинки как пела земфира и умеет обращаться с ним крайне виртуозно но вот сейчас мы посмотрим наверное такой классический пример как angry korea мэн будет обузить бм в соло против своего соперника в данном случае как мы видим не строит казармы хуман он планирует выйти в фастер 2 без бараков ну что они ему не нужны по стратегии и судя по всему кровавый маг зарабатывает свой первый экспириенс по крайней мере стремиться к этому в погоне за вот этой вот гулей навстречу и стремился д.к. фастовый д.к. то есть быстро д.к. и поздние финды судя по всему андетам еще один выстрел остался гуле нет вот теперь точно последний но д.к. должен успеть захилить гульку да гулька живет и нарезав круг почета демонстрационный возвращается уже приходит с подпиской скажем так да приходится своей крышей разбираться почему это ларьки стройка на рынке хуманском не платят дань вгрызается и браток ракетир и его шестерка в вышку хуманскую единственно плот обороны который планирует хуман держать на базе и за счет которого он планирует отбивать возможно пуш андеда здесь тоже локальная дуэль арабская дуэль женщина в халате разбирается с гестробайтером узбечка против таджика все сложно отлично отфокусили д.к. обезманили его ману д.к. практически нет андет не жмет тир 2 это кстати довольно странно потому что ну так вот там по моему сугубо чисто личному мнению никому не навязывая ему гу-гу-гу нужно андету быстро выходить в технологии раскачивать героев крепить карту забирать центр толстой точки и убивать именно технологиями и сильной армии потому что хуман собственно собрался харассить обузить прессовать смотрите вот здесь выжигается лес это неспроста это не мисклик бладмакс первым взял flame strike какая-то адская задумка у энгри корея мэна на этой карте возможно он планирует я не знаю туда кстати прибежал рабочий но вполне возможно он прибежал с целью разведки проверить не ставит ли ундет коварный и абсолютно незадекларированный в налоговый экспант но экспрессия быть не может он это тем временем начинает creeping тир 2 запустил хуман ставит лесопилку отгораживается вышками точнее вышки загораживает зданиями ну в общем грамотная расстройка от корейца от злого корейского джентмена покупает он кстати персональный став просветка там внизу по моему да нет овца простите овца раз овца разведчица встречает скелета еще чуть-чуть экспы выгрызает но здесь уже три финда которые на базе штамповали сандет я уверен уже вовсю вовсю прыть продвигает тир 2 постройка эндри корея мэн судя по всему ну нет это не expansion это конечно просто криппинг точки с рабочими хороший flame strike по задней линии по троллям и соответственно гнул последним падает также под мальчиками пизантов надо бежать срочно взять девайс что попалось хуману что досталось черт возьми плохо видно к сожалению а вот так получше наверно будет сейчас мы исправим этот недостаток ну вам то видно хорошо это мои локальные проблемы и их лишь у нас напали а ну а тем временем уже две вышки я уверен что great на масонре сделан и тир 2 закончен соответственно первая часть плана корейца уже исполнено вот это тоже уже тир 2 я готов и он решает просто с финдами в наглую пропушить вышки не знаю не знаю достаточно ли это целесообразная затея так здесь снова прибегает блат мак и видимо снова опять собирается пожечь леса шойгу на него нет со всеми пожарными и служба мчс не знаю мне шайгу до сих пор ассоциируется исключительно как мужик с ведром который тушит леса она никак не не как генерал армии осаждают враги в армии не прослужил ни одного дня чтобы понимать ладно не будем а шойгу минус одна вышка на персонал очки прилетел блат мак и вот тут когда совершает очень большую ошибку видите как ужасно вершину отконтролил финдов на флейм страйке потерял финда имея дк в наличии видимо андет что-то заказывал на базе и просто ну как мы видели армия не даже не шевельнулась финт конечно храбрый ему командир сказал стоять на месте финта остался стоять но погиб совершенно зря совершенно даром а вот тут мы видим карельский контроль карельский контроль от карельца 56 хп сейчас финды я какую-то часть реплея посмотрел начинает переключаться на него 37 хп 13 хп и прожимает колбу angry korea man кстати начинает охоту за дк ой промахивать своим флейм страйком видимо думал что снова не контролирует андет своего мейн героя развел на флейм страйк и вот сейчас второй финт погибает это очень очень большой недоконтроли там да это почему нельзя было начать отводить финда раньше где кайлы почему столько битых финдов тоже непонятно кстати где он потерял столько хп у финдов неужели на вышках то нет финдам тем временем изучается закопка очень важный грейд который позволит финдам регенить хп под землей и опять же укрываться если уж дк не может кайлами свою армию восстанавливать то значит в дело должны вступить спасение утопающих дело рук самих утопающих если дк не может спасти финдов они сами будут спасаться бабка ну а дед я еще раз повторяю теряет время на базе если честно ему нужно было сейчас вовсю крепится поставить зигурат и здесь нам показывают показывают нам постоянно observer эту часть карты выжженный лес овцу какая-то разведка да он там овцу спустил в том месте то есть он проверяет андета видимо на постановку expansion а готова андет ничто ли сумняшись он оставит экспант прям под носом у хумана грамотный психологический трюк потому что хуман закрепив эту точку вряд ли туда уже пойдет что-то проверять это чистой воды чистой воды вот именно такая подсознательная штука иррациональная хуман закрепил точку он значит там уже ничего нет и практически уверен что вряд ли андет будет ставить такой дерзкий экспант именно на это и рассчитано тройка это афера от идущего а идущий продолжает пушить но не знаю на мой взгляд теряет время теряет время хотя кто его знает может быть идущий знает что там задумал хумана и как раз только пуш может спасти его от жуткого абуза англика риамена вот так пока никакой угрозы от первого левела бладмага не исходят да здесь мортиру да здесь приз возможно это быть невидимые мортиры но андет легко их контрит шейдами нет здесь какая-то покруче задумка вот мы видим белая точка за рудником за рудником неужели он там будет экспант ставить я не верю он уже там выжгет лес и будет рабочим ставить экспант но если это так то ну такого еще не видел это очень уж смело изобретательное решение затейник вот затейник этот энгри кариа мэн но он этим и славится вообще в принципе наверное любая его игра может легко отправляться в нашу сокровищницу потому что играть через блатмага первым единственным героем это всегда экзотика всегда что-то неординарное так здесь отбиваемся от пуша с фендами андет прям решил в наглую пушить с фендами поставить нычку параллельно видимо задержаться на тир-2 с лесом большие проблемы кстати у акм и это может сказаться 1200 голды но мне кажется что и у андета та же самая история а он решает пушить с катапультами такое знаете не лишенная здравого смысла решение не лишенная здравого смысла задумка потому что собственно как отбиваться правда там мортиры и тир-3 и картечь но финдану не надо терять уже третьего фенда на вышках ну идущий идущий ты идешь сейчас в район трех букв очень уверенно на который тебя может послать естественно в метафорическом смысле human нельзя так отдаваться и вот так овца разведчатся уже в лесу это будут какие-то персональные телепорты третий грейд на масоны ремеш тем персонал очка назад и овца в соснах не знаю что он там планирует делать а вот там на базу кондеду кто-то забегает кто-то забегает на базу кондеду вертолет шальной так и что хорошо мы высадили овцу в лесу город осаждают враги превосходно что что мы что мы хотим этим доказать мы там вы в лесах конечно полно всяких хищников которые любят полакомиться свежей баранинкой телятинкой и прочими вкусностями но осаждают враги как боевая единица овца не представляет угрозы даже будущее десантированными десантированный в леса пока задумкой акм для нас ставится загадкой но это очень интересно так на втором левеле мы видим берет выкачивание маны красавчик и оставляет без маны герой фуда ты давно уже мог покуснуть но андет ну начни уже контролить пожалуйста это же не так сложно здесь не происходит так много на карте чтобы не успевать финдов отводить слабо то пульты стреляют финт ну 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 финт ну финт же закопка же есть ну господи ты боже ты мой прекращай ну хоть пристать жал насколько же четыре фенда по моему пали от халатности своего предводителя так так просто немыслимо ладно золото андета много но подкармливает немножечко самого блат мага у него сейчас могло бы быть уже пол пачки финдов смело пол пачки финдов катапульты и блат маг вот так бы вообще не подошел со своим флэй страй флэйм страйком потому что получал бы уже смачный фокус хорошо успевает еще катапультами отстрелить одну мартирку 3-го левела 3-го левела блат маг я настоятельно рекомендую андету крипится с таким контролем потому что умереть от крипов шансов у него гораздо больше чем умереть от но опять но посмотрите ну что это за издевательство то я понимаю высосали всю ману из дк но у тебя же закопка в конце концов прекрати когда ты так контролишь где-то в мире плачет один хэппи и вскрывает вены один 120 нова по пристам а км в общем на видно что играет в свою игру зачем он зачем он завершена овцу диверсанта забросил в леса то для нас остается загадкой видимо до самого конца игры останется но то что на таком контроле блат маг рано или поздно станет шестым это факт выжигание еще один финт ну дк закопка что-нибудь придумай что-нибудь дружище ну шида пришла на всякий пожарный ну мало ли вдруг да окажется тоже погиб не трупа не вижу нет закопался он любит нефтяное пятно вдалеке это не крот это финт подчиниваем катапульт и недоконтроливаем тележку господи ну нет ну хорошо такого андета выигрывать не то что можно обязан энгель корея мэн брать тут вверх 5 катапульт 5 катапульт у андуэда там паладин все правильно нормально отличный выбор против фуда помочь кому-то из героев соперника оппонента отправиться в алтарь либо подкилить своего красавчика вот он страйк 2 кажется 2 флэйм страйк до скорее чем выкачка маны не ну 5 ты как ты собираешься 5 катапульт контроль если ты финдов не может контролить закопать продав мортир тоже вгрызается ой отличный хил мортирки на последний хп но здесь андет потерял две каты из пяти хуман потерял точно одну мортиру и сейчас пытается андет еще одну отфигачить просветка кстати как раз отлично против закопки финдов работает минус приезд идет жестокий размен сколько маны у дк но судя по всему не так много осталось скелеты в атаке палаток скоро станет вторым левелом просто может под диваном бегать молотком разбивать вражеские каталки но все-таки до маркир тоже не шибко живучие юниты финды финды финдов отводи ну господи отведи ты финдов мне больно на это смотреть ну хорош потерял все мортиры хуман тем временем один финд закопался дк нова папа паладину попробуем пофокусить продали сейчас умрет нет да как он контролит и контроль да убивает дк разваливаются еще 2 марте 3 катапульта разваливается боже ты года это какая-то вырвиглазная какая-то игра контроль на уровне я не знаю даже с кем сравнить ну контроль на уровне пьяного меня а то может даже и лучше сильнейшая игра но судя по всему даже angry кориа man находится под действием каких-то психотропных веществ я уж не говорю про андета который просто отдается кстати inner fire у престов был вкачан гораздо гораздо раньше чем применен не знаю с чем это связано присты видимо тоже ленивые финды ленивые закапываются присты ленивые inner fire не развешивают сейчас они вспомнили что у них есть такое заклинание выходит свеже вылупившийся паладин ой лечит дк дк иззайд паушин больше лечить дк будет нечем потому что паушин будет в кулдауне надо отойти тележки хилят вышка наверху грейдится будет сверху поливать огнем мой какой неприятный flame strike армия деда мешает друг другу пройти мортиры неплохо жарят издалека ну я не знаю что здесь говорить друзья а у garga вылетает но мы видимо увидим все типы юнитов в этой игре что чтобы говорить стоит ли вообще надеюсь что не стоит даже упоминать о том что дестройеры и герман который должны были уже появиться у андена благодаря экспанта должны ну просто аннигилировать всю эту армию счастья наверное об этом даже упоминать не нужно постройка завершена но в паладина паладина скорее всего выкачивается мана из дк паладина скорее всего должен быть уже дивану 2 левом точно получил вопрос можно даже уже 3 . много как перебили хуманы гаргули ну кем бить гарг гарг может быть только лишь один блат маг ну и вот еще вышка который на которой отдаются еще две гарги это просто адовый контроль это это как это контроль уровня ладно не буду говорить какого уровня уровня тетрис наверное о тут и дк погибает от выстрела блат мага почему они удивлен почему они удивлен гарги продолжают наламываться на башню они вообще не понимают откуда по ним стреляют судя по всему гарги молодые неопытные не значит у хумана есть такие сооружения о как же обкормили блат мага я не знаю он там объелся у него жир стекает андецки по щекам до 2 левела паладин естественно тут диваншилд есть тут диваншилд есть брат 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 брата братишка диваншилд но до последних хп он он играет на красоту а паладин бегает быстрее чем лич потому что мужчина быстрее женщина это физиологические антропометрические данные да тут три мартира уже устраивают фейерверк и карнавал на базе уандеда flame strike полечу горгую а бог ты мой какие люди дестройеры смотрите дестройеры с а мы без охраны иннерфаер дисплей лица тут же лищу зайд поушен вышки стреляют по дестройерам дестройеры по прежнему не обращают внимание ни на что диспала иннерфаера с блат мага нет дестройеры поняв что ничего тут не сделать просто улетаются лища спрашивают у блат мага какое какое заклинание подошел вплотную я плохо слышал какое заклинание применил чтобы дестройером передать инфу дестройеры умирают от двух вышек в хламу ну невозможно это имбаланс хуманы и имба вообще не контрится понимаете сначала он отдал пол пачки горгулий на вышках а теперь дестройеров но у хумана закончился экспант предательский а уандеда нет но это не мешает ему продолжать терять дестройеров на ровном месте и тут два танка приезжают опа дзи дзи випи да катапульты 5 штук мы потеряли тоже в общем-то на ровном месте что делать что делать ребята танки приехали 41 год на дворе а у андена нет еще таких технологий чтобы сражаться с танками так женщины в халатах побежали на намаз их преследует мужчина с копытом над головой светящийся копытом над головой отличный флейм страйк минус будет минус 3 даже вот гадалки не ходи а да тем временем разворачивать полигон 2 базы с этим хумана 2 к золото косарь леса и там судя по всему уже пятый блат маг судя по экспириенсу который и овца да вот овца разве часа все правильно это ключевой момент стратегии заслать десантировать овцу вражеский лес это собственно то на чем основана стратегия хумана в этой игре постройка завершена овца диссидент ну судя по всему он где до базы тут уже не осталось и хуман просто отжал рейдерским захватом себе орудник я так понимаю дальше пойдет продвигаться по карте стройте с теми же собственно говоря наборами военными что и при прошлой атаке экспандер прилетает дестройер но мы помним как дестройер отдаются на вышках поэтому дестройера сразу же бросаются на строящуюся башню как на главный объект своего страха башнефобия у этих дестройеров мортиры жарят танки стреляют по дестройерам и убил до гестры терпят что делать они красные два танка прогнали дестройеров но вовлечая но в паладину но смысла в этом нет потому что вообще должен быть посох и есть диван палыча но вовлечая сказал но в палочках о новые дестройеры и дк напрочь забыл что у него есть койл это неважно главное есть новые дестройеры и 5 дестройеров все-таки должны пробрить три танка в скобочках нет нет тщетной надежды андеда он понимает что жизнь тлен и идет крепится крепить центр центр на 25 минуте игры еще не закреплен это lt я думаю так долго центр в лт не жил никогда за всю историю существует карта завершена развод криппинг карты экспанды подальше все это на все это андет чихать хотел как собственно и дк хотел чекать на кайлы в отношении своих финдов так а у нас еще одна нычка кстати заложено до заложено еще одна нычка в андеда видимо овца разведчик доложила должна была доложить рассказать опа и вот он вот он план барбаросса вышки посрать и как заранее все запланировал все понял все наметил построить в карьере мм он все знал как что будет экспант и превентивно выжиг лес упредительно поставил туда овцу и на опережение построил вышки представляете какой красавчик вообще часа колита такие вообще не поймут что произойдет произойдет они они будут ошеломлены буквально ошарашены происходящим лес стреляет околита побегут сейчас сторону мэйна с поддерживая полы своих развивающихся калахалатов с криками нас застрелил лес мама там лес стреляется так и думал после этого надо выходить из игры потому что это имба и не контрится это вообще чит это чит это слава богу повезло андеду что хуман на экспанте такое сотворил а если бы он эту каверзу ему подстроил на мэйне представляете она бы вот лес бы начал стреляться по мэйну и что делать просто выходить надо постройка завершил от маг нашел одного бесхозного колита второго бесхозного колита и полу там не просто вышки там осадные вышки в тем временем 4 destroyer наламываются на две вышки один из них погибает я не могу на это смотреть 4 destroyer погибли от двух вышек окей битва продолжается хуманский отряд передислоцируется на мэйн для того чтобы дать отпор дерзкому андеду там уже 6 вертолетов под inner fire начинают свою подрывную деятельность а под inner fire вертолету вообще не убиваем а inner fire как известно не диспелиться не диспелиться считают destroyer минус рудник минус destroyer боже как же как же не завидую я сейчас андеду как же жаль сейчас несчастного идущего потому что и волк его шатают догоняет по всей карте и шатают ничего с этим не сделать ничего на нас напали 5 престов 5 кстати говоря 5 бладмаг там феникс уже скоро он это герои 4 3 и динамика понятно динамика красноречиво указывает что скорее мы видим 6 бладмага чем 6 дк погоня продолжается бладмаг просто под носом у андеда навешивает плюлей в лицо высасывает ману гоняет всю андетскую армию так ну все вперед inner fire нова inner fire диспелем нова летит destroyer из мана их 3 вышек нету в ближайшем обозримом пространстве значит можно драться говорит андеты гонит назад хуманскую армию минус еще одна мортира минус приз будет обязательно танки приезжают на подкрепу вот что делать с танками непонятно они и у пива стреляют убивают довольно живенько стреляют по destroyer флэм страйк по паладину хороший прошел ну чтоб не зазнавался лишний раз так подхилили кого-то там 3 палочек я уверен но я думаю игра закончится с шестым бладмагом насколько надо понимать но это не точно это еще не точно по многочисленным криком к взлету готов мы понимаем что скорее всего в районе хуманского мэйна возводится новый аэропорт тушино и вот они типичные русские боинги одноместный класса компании победа патовая ситуация он дедом ничего не понимает везде отовсюду его прогнали нычки поставить не дают башнями из-за леса застраивают танки уже на мы не хозяйничают все плохо все лопается жизнь тлен околит просто игнорирует собственный зигурат правильно зачем продавать зигурат которые по которому стреляют лучше продать алтарь пока он еще в безопасности это верно и андет передислоцируется на базу под номером три мэйн тоже будем продавать но от трех танков не отбиться то естественно вы же понимаете если дестройера не смогли 4 дестройера не смогли проломить две вышки то от двух танков андету можно биться наверно только восемью десятками лимита только так минус мои так стоп андет же там нычку закладывал да вот она прокси нычка последний оплот так все мне в школу пора судя по всему последний оплот андетской обороны ребята последний больше больше бежать некуда как известно андеты как зерги они не перелетают поэтому об островах андету ничего не известно думаю думаю ничего здесь три вертолета наконец-то проиграли дуэль двум дестройерам хоть где-то андет одержал победу 3 вышки у блатмага и танки расчистили поле околит храбрый злой бешеный околит в ярости разобрал руками один танк на шурупы и тут засада дестройеры поняли что хуман умеет строить больше трех вертолетов это тоже не контрится я считаю надо хуманом запрещать строительство более трех воздушных единиц потому что ну а как у него башни неубиваемые да еще и вертолеты но две башни просто отконтрили пол пачки дестройеров да плюс еще вертолеты ну как я считаю что хуманов надо фиксить им балансная раса еще и сосет понимаете он еще и сосет под шумок до дестор пытается уйти соснами но и там его настигают вертолеты злобный андет в минус морали 3 почти 4 паладин там кажется 6 должен быть 6 блатмаг увидим феникса или нет вот в чем вопрос главная интрига последней этой игры палат 4 блатмаг должен быть шестым ждем феникса андета бросается на паладина как будто это он виновник всех его бед хотя он ни в чем не виноват он всего лишь мужчина средних лет вот там 6 блатмаг и феникс да не надо пальману к вот он феникс православный и дк понимает что феникс это уж совсем вообще полный беспредел полное самоуправство надо выходить дк бежит к фонтану жизни феникс потерял его из виду да друзья 1800 голды у хумана 34 лимита грозная боеспособная армия из 10 рабочих двух героев и трех танков нашли андета нашли но все это была последняя надежда андета что не найдут но нашли и андет тут же оценив трезво всю ситуацию написал gg и вышел шикарная игра дорогие друзья ну вот как раз пометуя а только что произошедшей игре увиденной вами мы с вами получили незабываемое наслаждение я хочу попросить вас уважаемые зрители которые часто возмущаются тем что реплей недостаточно скилловый что недостаточно много классных сочных моментов что игроки немножечко не дотягивают по уровню до мировых элитных игроков присылайте присылайте нам свои реплеи которые вы действительно считаете достойными рубрики best replace в описании к этому ролику мы обязательно укажем электронный адрес почтовый на которой мы будем ждать ваши демки и если они действительно будут интересными обязательно используем при отправлении демки обязательно указывайте непременно свой никнейм чтобы мы в ролике вас как нашего помощника и соавтора также упоминали за сим я с вами прощаюсь с вами был баневур сайт goodgame.ru и рубрика best replace подписывайтесь на наш канал на ютюбе на мой канал по варкрафту там еще много всего интересного помимо этих демок происходит и конечно же на канал сайта goodgame.ru до новых встреч надеюсь вы станете соавторами наших будущих выпусков рубрики best replace до новых каток пока до новых встреч